Персоной года в спорте можно без сомнения назвать нашу Юлию Галышеву. Девушка спасла провальную для Казахстана олимпиаду в Пхенчхане и завоевала единственную награду для сборной на главных играх четырехлетия. Конечно, рассчитывали на золото, потому что у нас были цели с первого по третье место. Но мы выполнили свои задачи, то есть мы поднялись на пьедестал и бронзовая медаль для меня, она как золотая. Поражение года. Это, конечно же, неудача Геннадия Головкина во втором поединке против Сауля Альвареса. Хотя наш боец бился до последнего и почти не уступал Канелло. Поэтому пояса Трипл Джи отдал только по решению судей. С минимальным преимуществом мексиканец все же одержал победу. Нынешний год выдался не совсем удачным для наших боксеров. Провал нас ждал на азиатских играх в Джакарте. Впервые за 24 года на ринге не было завоевано ни одного золота. Хотя на континенте считается, что бокс – это казахстанская дисциплина. Апогеем невезения стало закрытие команды «Астана Орландс» и возможное исключение этого вида спорта из Олимпиады. Илья Ильин. Это настоящий камбэк года. Самый прославленный атлет и один из главных любимчиков Казахстана. Отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Возвращение он отметил с помпой – победой на чемпионате страны. Далее все ждали триумфа на первенстве мира. Однако нашего Илью подвела травма. Я не буду выступать на чемпионате мира, потому что у меня обнаружили травмы позвоночника. Довольно серьезные и, честно говоря, под вопросом моей карьеры. Но не все было плохо в уходящем году. Наши молодые спортсмены сумели завоевать рекордное количество наград на юношеской олимпиаде. И с четырьмя золотыми медалями стали 14-ми в мире. Успешным год стал для Ольги Рыпаковой, Алексея Луценко, Нурислава Санаева, Алины Адельхановой и других.